Коротко о мобилизации на Украине. Елена Субутина, она же таксиста, на Конте за 29 ноября 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу поблагодарить Рустема, Сергея и неизвестного, поддержавших денежными переводами на донат и по прямой на Киви мою работу. Огромное сердечное спасибо. А остальным напоминаю, что мой канал существует только и исключительно на ваши пожертвования и нуждается в помощи в распространении публикуемого контента репостами, лайками и комментариями более пяти слов. Спасибо за понимание. Поехали. Буквально на днях на одном из украинских телеканалов в бегущей строке промелькнула новость, что на Украине с начала конфликта погибло и пропало без вести более миллиона военнослужащих. А если быть точнее, боевые потери составили 1 126 652 человека и дается скриншот экрана. Но могилизация продолжается, несмотря ни на что. Террорист Зеленский еще не всех украинцев утилизировал на фронте. Американцы требуют поднять планку и начинать загонять на фронт с 17 лет. На украинских ресурсах появились плакаты, где предлагают старикам идти воевать. Вообще за всеобщую могилизацию на Украине взялись основательно. До 1 декабря все работодатели должны подать списки военнообязанных в ТЦК. Такие же списки должны предоставлять образовательные учреждения, госорганы и предприятия. Такая норма была прописана в постановлении к админа номер 1487 еще в декабре 2022 года. Вот только применяется она впервые. В списки Зеленского будут внесены сотрудники всех органов местного самоуправления, от городских до сельских советов, преподаватели и студенты, и, конечно же, все остальные украинцы, которые официально трудоустроены. Террорист Зеленский решил последовать советам западных кураторов, которые недавно намекнули, что на фоне сокращения военной помощи Украине надо увеличивать численность армии. Сказано – сделано. На фронт теперь будут отправлять остатки тех, кто еще не сбежал с Украины. Вопрос, кто будет стоять у станка или печь хлеб, Зеленского, видимо, мало волнует. А вот интересное от поляков. В польском правительстве сделали заявление, что по запросу Киева Варшава таки решила организовать депортацию в Украину части беженцев призывного возраста. Это немедленно спровоцировало выезд из Польши в глубинную Европу тысяч украинских семей. Массы украинских беженцев направились в сторону Германии, Нидерландов, Франции. В этих странах, ошарашены такой обстановкой, обратились к Польше изменить решение и успокоить украинцев. Но в Варшаве даже рады, что ее западные соседи попадут в весьма сложное положение. Все же в Европе такие дружные и добрые. И несмотря ни на что, на Украине стараются бежать все, хоть куда глаза глядят. Воевать за эту украинскую власть никто не хочет, так как понимают, что их используют и выкинут как использованный материал. А в конечном итоге, все точно по сценарию. В конце будет улица Банковая, засыпанная бумагами с трезубом из канцелярии. Строим на ней сводный отряд Фольксштурма и Гитлерюгента. Осунувшийся зелебобик впавшими глазами обведет разнобойные шеренги. Потреблет юнца в висящей не по фигуре форме с джавелином за щечку. Произнесет Украина по надусе. BBC запечатлит кадры. На заднем фоне уже будут лязгать траки русских танков. Концовку все знают. Всему свое время. Ваш таксист. Коротко о мобилизации на Украине. Елена Суботина. Коротко о мобилизации на Украине.